Привет! Добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. Настало время подводить итоги года. И я решила, что из всех гаджетов, которые я использовала в этом году, а использовала я их много и показывала вам на канале их очень много, в фавориты года войдет один гаджет. Это самый последний, который я попробовала в этом году. Это All the Resplando. Это было тяжелым решением для меня, потому что есть еще гаджеты от этого бренда, как минимум, которые мне нравятся, ну, по крайней мере, не меньше. Но лидером все равно стал Splando. Катализатором, возможно, в принятии такого решения, стал тот факт, что я показала, как я пользуюсь Splando в Инстаграм. И после этого просто, во-первых, у меня рухнул директ. Все мои знакомые, многие очень мои коллеги, Алиса Фурман, заказала тут же это Splando. То есть все его купили, кто только мог, и уже масса отзывов пришла мне. Хочу вам наглядно показать, как работает Splando. Вот сейчас у меня закрылся глаз. Это я даже не могу его открыть. То есть это сокращение мышц. И видите, бровь тоже запрыгала от токов. То есть вот так это должно происходить. Это при том, что у меня стоит сейчас минимальная скорость. А вот максимальная, даже невозможно прикоснуться к лицу. То есть посмотрите, как сокращается круговая мышца. Вот здесь она у нас проходит. То есть мы не в глаз тыкаем, а вот сюда нажимаем. Вот это вот не я глаз сейчас закрыла. Поэтому я решила, что покажу Splando еще раз. И после того, как я выпустила вот это видео в Инстаграме, от вас было столько вопросов. И я поняла, что правильно, наверное, будет снять такое видео с итогами. Потому что пользуюсь я уже им достаточно давно. И я в этом же видео вам покажу гели свои любимые, на которых я остановилась. Которые я уже давно рекомендую своим клиентам. И кто записывается на консультации, те об этом знают. Это гели от бренда Giltek. Они разные. Я вам покажу, какие они бывают. И почему я остановила свой выбор именно на этих гелях. Поэтому сегодняшнее видео будет посвящено ответам на вопросы о приборе Splando. Я расскажу вам свой опыт, который я получила за это время от применения этого прибора. И расскажу вам об этих замечательных гелях. Итак, Splando. Прибор, который я ввожу в таком фирменном чехле. Я очень часто его беру с собой в Москву. Это действительно палочка-выручалочка. И это не каламбур. Действительно прибор, который меня выручает в разных ситуациях совершенно. И особенность этого прибора в том, что он мультифункциональный. И он очень простой в использовании. Никаких тебе хитрых манипул. Это тоже стало одним из тех факторов, которые, скажем так, побудили меня сделать именно этот прибор фаворитом года. Никаких там хитрых тебе ножек. Ничего не нужно продумывать. Его очень легко возить. Вот совершенно бросил сумку и все. Одна, по сути, вот контактная площадка, которая, собственно говоря, и контактирует с вашей кожей. Одна кнопка управления. И здесь мы управляем режимами. Несколько функций. Это электромиостимуляция. Это РФ. Это ИЧФ режим. Это охлаждение. И LED. Причем LED разный. Синий, красный и комбинированный. Здесь используется... Озари, кстати, были одними из первых, кто стал использовать комбинированный свет. Это сочетание красного и синего. Он будет выглядеть таким фиолетовым красивым. Сейчас аппарат находится в режиме электромиостимуляции. Самый такой интенсивный, на мой взгляд, режим. Режим этот воздействует на все слои кожи, безусловно. Но в первую очередь электромиостимуляция, почему миостимуляция, да, нужна тем, у кого, например, асимметрия лица. У кого потерян тонус мышц, кто хочет скорректировать, например, геометрию лица, потому что мышечный каркас держит лицо, а кожа уже только тянется за этими изменениями. Этот же режим помогает сократить глубину подкожно-жировой клетчатки. На мой взгляд, режим электромиостимуляции особенно оценят и больше всего он предназначается для людей с деформационным орфотипом. Во-первых, когда вот этот объем подкожно-жировой клетчатки ярко выражен, а во-вторых, именно эти люди чаще всего страдают, естественно, что понятно из названия морфотипа, деформационными изменениями. И асимметрии тоже бывают именно у данного морфотипа тоже чаще всего. Но это не значит, что электромиостимуляцией нельзя пользоваться людям других морфотипов. Этот режим, он очень интенсивный, и я это показывала на видео. То есть вы, когда особенно по правильному гелю начинаете водить этим прибором, лицо пляшет в прямом смысле. То есть бровь подпрыгивает, глаз открывается, закрывается, скула дергается, и буквально вы чувствуете под этими токами, как мышца сокращается, расслабляется, сокращается, расслабляется. Самый активный режим и режим, который имеет больше всего противопоказаний. Вот именно к электромиостимуляции относятся противопоказания не использовать, если у вас есть какие-то онкологические заболевания и даже доброкачественные. Эпилепсия, потому что это мощные ощутимые разряды. Первое время может быть непривычно, страшновато. То есть к этому режиму нужно привыкнуть, но эффект совершенно замечательный. И вы знаете, у некоторых людей электромиостимуляция провоцирует мигрень. В моем случае по-другому. Про мигрень не скажу, потому что я сейчас прохожу лечение, и приступы у меня бывают вообще очень редко. Но вот все, что касается напряжения и головных болей напряжения, когда прорабатываешь этим прибором, в особенности лоб, я чувствую, как у меня ток бежит прямо, знаете, под волосами. Я прям чувствую, он доходит фактически до макушки. И я стала замечать, что после этого массажа у меня расслабляются очень, видимо, мышцы кожи головы. То есть не только есть результат на лице, но, видимо, влияет также и на мышцы головы. Поэтому обратите внимание, такая интересная особенность, тоже мой личный опыт, которым хотела с вами поделиться. Но я, к слову, этот режим использую не часто, потому что я как раз-таки отношусь к той категории людей, у которых есть противопоказания. Я больше люблю у этого прибора режим, который называется HF. Мы включили сейчас с вами HF-режим, и вот я вам показываю как раз здесь комбинированный свет. То есть видите, фиолетовый. Сочетание красного и синего. HF-режим интересный, потому что на кожу в момент использования прибора действуют потоки импульсов. HF-режим, как бы вы думали, на что влияет? На барьерные функции кожи. То есть он кожу укрепляет, способствует нормализации тех процессов, чтобы кожа вырабатывала больше собственных липидов. В зернистом слое эпидермиса зарождаются у нас с вами эти липиды. Также этот режим я обожаю использовать по ампулам и тканевым маскам. Пожалуйста, имейте в виду. То есть не только по гелям, которые я сегодня вам покажу, но и по тканевым маскам. И этот режим делает кожу более свежей, более отдохнувшей, снимает отечность. Вот я когда в Москву беру этот прибор, я использую именно HF-режим. И еще один режим, от которого я просто фанатею, извините за такое выражение, это охлаждение. Потому что охлаждает этот прибор так, как будто бы вы курицу из морозильника к лицу прикладываете. То есть прям мороз-мороз, аж до кости начинает ломить. Но раздражение, отечность, завершать процедуры этим режимом, это просто наслаждение. Даже если я не использую какие-то прочие режимы, связанные с электро, я каждый день использую охлаждение. Я обожаю просто этот режим. Я никогда не думала, что мне может понравиться такой режим. Я когда этот аппарат заказывала, я знала, что там есть такой режим. Но я думала, баловство какое-то. То есть меньше всего я делала ставки на то, что именно режим охлаждения мне понравится больше всего. И мы не поговорили с вами об режиме RF. Режим RF, скажем так, у этого прибора и у прочих приборов в Олзере, здесь только красный свет у нас с вами, одинаково хорош. То есть я не могу сказать, что у Splando RF режим чем-то существенно отличается от других приборов с этим режимом. Но тем не менее, режим хороший, очень-очень-очень комфортный. Вот если вы не знаете, с чего начать и что вам, скажем так, показано, что не навредит, что не будет иметь по сути противопоказаний, это RF. Потому что RF действует главным образом в пределах дермы. То есть нагревается гиподерма и служит таким источником внутреннего подогрева дермы, чтобы происходили тоже процессы определенные в дерме, и кожа становится плотнее и подтянутее. С Splando я сделала фаворитом года именно потому, что для меня это, во-первых, самый универсальный прибор. У других приборов нет функции охлаждения, у Олзере. И для меня это стало тоже таким решающим моментом, потому что, еще раз повторюсь, я никогда не одержала в своих руках прибор, который бы настолько охлаждал. И мне даже интересно, как они вообще эту функцию реализовали. Потому что вот это вот стальное покрытие, оно становится не просто прохладным, а ледяным. Вот как будто бы вы ложку столовую металлическую достали из морозилки. То есть вы прикладываете к лицу, и вы действительно даже не можете несколько секунд задержаться на одном и том же месте, потому что становится настолько холодно, что вот аж до костей этот холод, этот мороз пробивает. Отечность снимает моментально. Моментально. Плюс ко всему токи. Очень приятно завершать процедуру вот этим вот охлаждением. Прибор маленький, компактный, очень долго держит заряд. Зарядочка находится вот здесь вот. Я не знаю, наверное, мне недели на две хватает зарядки практически, практически ежедневного использования. И для меня это прибор, который является одинаково хорошим решением для всех. Вот вы меня спрашиваете, что мне выбрать? У меня такой-то морфотип, у меня морщины. Мой вам совет. Возьмите мультифункциональный прибор. Вам надо попробовать разные режимы с разными степенями интенсивности. То есть вы будете кнопочкой управления здесь выбирать режим. То есть можно сделать один и тот же режим, что называется более ослабленным или более усиленным. Вам нужно попробовать разные режимы для того, чтобы принять решение. Но тем не менее, давайте еще раз пробежимся. Электромиостимуляция, на мой личный взгляд, идеально подходит людям деформационного морфотипа с выраженной подкожно-жировой клетчаткой, с потерей тонуса мышц, с вялостью мышц, с симметриями лица. То есть это в первую очередь. Конечно, электромиостимуляция, кто же проходит к мышцам сквозь кожу, задевает и остальные, безусловно, слои кожи, никуда ты от этого не денешься. Но в первую очередь, конечно, это миостимуляция, то есть стимуляция мышц. РФ лифтинг, мне кажется, самый безобидный и большему количеству людей подходящий режим для того, чтобы кожу уплотнить. Причем домашний РФ, он абсолютно безопасен, потому что это уже кабинетный РФ. Знаете, может такой нагрев вызвать ткани, будет вот этот жар, прилив тепла. И есть даже противники РФ лифтинга, которые говорят, что белок сворачивается в дерме, если так сильно прогреть. Здесь вот ничего подобного нет. HF – это для восстановления барьерных функций кожи, снятия отечности, тонуса кожи. Этот режим дает тонус кожи и позволяет использовать прибор с вашими любимыми косметическими средствами. Я никогда раньше не использовала этот режим. Вы токи чувствуете на нем, то есть не думайте, это не какая-то там ионизация или все остальное. Токи есть, и они причем выбрасываются такими пучками. То есть не равномерно, например, как в ЕМС, то есть шпарит ток, а пучками такими, как будто бы вот такими вот импульсами. Ну и при режиме охлаждения я вам уже сказала, я готова просто петь оды. Вот на основании всего вышесказанного именно Splando в этом году и становится фаворитом года среди гаджетов. Если вам нужен какой-то один режим, то есть на основе даже того, что я рассказала вам сегодня, вы понимаете, что вам нужен только какой-то один режим, например, RF или микротоки, у Олзари есть гаджеты более узконаправленные, где не так много функций. Но если вы теряетесь, и тем более, если вы хотите попробовать все, выбирайте мультифункциональный прибор. И я вам обещала рассказать про гели для токов, почему я остановилась именно на гельтек, когда я начинаю рассказывать про приборы. Самый популярный вопрос, который вы мне задаете, с каким гелем использовать. Я остановилась на гелях гельтек. Первая причина, по которой я остановилась на этих гелях, помимо удобства применения, в том, что эти гели можно использовать на ежедневной основе, как сыворотки, скажем так, дополнительное средство ухода, даже если вы не используете токи. И мне кажется, это очень хорошим, прагматичным, таким правильным решением. То есть не чтобы отдельно сыворотка, отдельно гель для токов, и вот у вас опять 100-500 баночек. Я все время вас призываю к тому, чтобы использовать мультифункциональные средства. И вот, как оказалось, мультифункциональными средствами могут быть средства для токовой терапии, для работы с гаджетами. Первый гель, который я хочу вам показать, это гель для жирной кожи. Он подойдет обладателям жирной кожи, людям с акне, потому что сюда входят успокаивающие, заживляющие компоненты. Сюда же входит сера. Ну, это гели, это все абсолютно такие вот водянистые гели. Что вам нужно сделать? Вам нужно нанести этот гель толстым слоем на лицо, то есть лицо должно быть мокрым. И дальше вы включаете прибор, и прямо по этому прибору сейчас увидим действие. Кстати, украшения все нужно снимать, имейте в виду цепочки, сережки. Вот это вот все нужно снимать, чтобы ни в коем случае прибор не соприкоснулся с металлом. И вот вы вводите зонально, да, по массажным линиям. Прибор вам сигналом звуковым подскажет, когда пора переходить на другую зону. То есть вот и все, вот и все сложности. Хороший гель, потом этот гель вы удаляете с прибора. Остатки геля можно промокнуть салфеткой или втереть остатки в кожу. И все, ничего не нужно смывать, никаких хитростей. Совершенно потрясающая коллекция гелей для аппаратных методик у гельтека для зрелой кожи. Вот здесь, пожалуйста, прильните к экранам, потому что эффект составы. Здесь, например, вот в этом вот геле, который называется Anti-Age, содержится хорошая дозировка витамина С. И гиалуроновая кислота, коллаген, эластин очень хорошо этот гель кожу увлажняет. И по нему работать гаджетами просто одно удовольствие. Смывать такой гель с кожи – это просто какое-то преступление, мне кажется. Обычные гели, которые подходят для приборов, у них очень скудный состав. То есть я не говорю, что они плохие, просто они, кроме того, что проводят ток, это, по сути, гели на водной основе, больше ничего не делают. А гели гельтек – это полноценный уход. И что еще хотела вам сказать про эти гели? У гельтека, вот насколько ребята молодцы, эти гели есть даже в микроформатах, вот чуть ли там не по 5 мл. Как я сделала в первый раз? Я купила все эти гели вот в этих сашеточках, попробовала все, какие мне больше понравятся, и заказала уже больше объема. Если вы профессионал-специалист, сейчас смотрите меня, вы косметолог, имейте в виду, что это, ну, скажем, домашние объемы, а есть еще профессиональные. Вы хоть литр можете этого геля себе заказать, если вы профессионал. Вот в этом, в такой клиент-ориентированности гельтек, конечно, замечен. То есть действительно гельтек делает все для того, чтобы вы попробовали, чтобы вы взяли нужный вам объем. Если вы дома пользуетесь прибором, зачем же вам литр? А если вы профессионал, и в день у вас по несколько человек клиентов, то, конечно, такие маленькие бутылочки будут быстро расходиться. Гельтек в этом плане большие молодцы. Режим EMS токов. Очень вам рекомендую использовать вот с этим вот гелем. Это гель-находка. Гель, если хотите, абсолютно эксклюзив. И очень долгое время я по секрету о нем рассказывала только своим клиентам на консультациях. Это гель, моделирующий для нижней трети лица. Вот именно с EMS, режимом с электромиостимуляцией, этот гель использовать лучше всего людям с деформационным орфотипом. Сюда входит экстракт фукуса. Фукус – бурая водоросль. В ней действительно содержатся уникальные компоненты, которые таким хорошим дренирующим действием, помимо всего прочего, обладают. Экстракт гуараны, кофеин. Все, что тонизирует, чтобы придать именно тону с этим тканем, чтобы разогнать кровь. Стоками лучше даже не придумаешь. Но этот гель можно использовать как самостоятельный продукт. Я иногда своим клиентам рекомендую на нижнюю треть лица вы наносите вот этот вот гель, а на верхнюю часть и под глаза наносите другой гель антивозрастной. Он называется Neo. Обратите внимание. То есть от другого геля антиэйдж, который я уже показывала вам в этом видео, он отличается. Это разные линейки. То есть вот этот вот дуэт для людей с деформационным орфотипом, с признаками старения, с явно выраженными деформациями в нижней треть лица, я считаю просто идеальным. Гель Neo входит в фосфолипидный комплекс, витамин С, экстракт планктона, гиалуроновая кислота. Как раз поскольку у людей с деформационным орфотипом, как правило, бывает даже морщин не так много, то есть их проблемы именно деформации, вот этот вот гель подходит лучше всего. Он будет и тонизировать, и укреплять сосудистую стенку, и увлажнять. Замечательный. Вот эти два геля мои самые-самые любимые у гельтек. Просто находка для косметолога. А самое главное, что бренд гельтек – это наш профессиональный бренд, отечественный. Бренд Олзари – это наш бренд, тоже наши ребята делают. И я всегда с огромной радостью и удовольствием вам рассказываю кейсы хороших компаний, которые действительно производят хорошую электронику. У Олзари восхитительный сервис. Это, кстати, отметили большинство моих подписчиков. Кто уже заказывал, кто, может быть, там какие-то вопросы. Всегда отвечают, всегда поддержка, консультации. Даже у меня под видео в комментариях всегда Олзари отвечают на ваши вопросы. И гельтек. У гельтек, мне кажется, уже они зарекомендовали себя. Они уже такое прочное заняли место на рынке. Гельтек сейчас, кстати, продается и в Литуале. В том числе я не уверена, что есть эти гели в продаже в Литуале. Но вот на официальном сайте вы можете заказать эти и другие гели. Потому что для аппаратных методик гельтек очень много что предлагает. Их разрухляющие, например, гель для дезинкрустации, который можно использовать с прибором по очищению кожи. То есть там действительно есть из чего выбрать. С радостью поделилась с вами своими фаворитами года, что касается аппаратных методик и гели к ним. Надеюсь, что это видео было вам полезно. Всего хорошего. Пока. Продолжение следует...